Аллилуйя, давайте Богу вас дадим всю славу. Давайте будем провозглашать, будьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Но вы унаследуете эту землю. Действительно, в нашей душе находится вечная жизнь. И я желаю, чтобы сегодня вы это проверили. И в течение одной недели желаю, чтобы вы могли провозглашать эту жизнь вечную внутри вас и завоевывать местное действие. Богословля вас на этом. Сегодня местное списание, значит, Бог израильскому народу на горе Синай. дает заповеди. Это получается, значит, в исходе 20 века первое поколение получило повеление. Но пока они, вот первое поколение, ходили по пустыне, у них родились дети. И пока они были в пустыне, израильские, вот, вот, дети, дети, они не видели вот этих вот чудес, манны, затем выхода из Египта. Поэтому, поэтому Бог, Он во второй раз дает заповеди уже второму поколению, детям. А получается, первое поколение, которое вышло из Египта, они уже почти все умерли. И второе поколение, второе поколение, которое должно быть войти в Ханан, вот, они уже тоже подросли, и Бог опять дает им заповеди, повеления. И об этом говорится во второзаконии. Но здесь есть то, что нам необходимо с вами посмотреть. Таразаконие 5.2. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. То есть, говорится, не с предками нашими, то есть не с первым поколением, а с нами здесь сегодня поставил Господь завет. Послушайте, у детей должно быть Евангелие. Не Евангелие родителей, а Мое Евангелие. Необходимо ухватиться, как за Мое Евангелие. Вот сейчас есть ревнанты в церкви. Вот ревнанты. Послушайте, вы являетесь поколением, которые должны взять за основу завет старшего поколения. Но это не должно быть Евангелием ваших родителей, а должно быть Моим Евангелием. И получается, что, вот, здесь говорится о том, что с нами поставил зверь. То есть, очень важно осознать вот эту ценность Евангелия в своем возрасте, и тогда Бог, Он поставит меня как человека, через которого Бог будет совершать свое дело. Сказано еще раз, но с нами, которые здесь сегодня, все живы. Поставил Господь. И дальше мы видим, что Бог, Он дает повеление, затем дает десять заповедей. И хоть и были еще маленькие дети, но Бог, Он говорит, что не только те, которые видели, а те, которые не видели, то есть дети нынешнего поколения, должны быть запечатлены Евангелием. Послушайте, это то, что нам необходимо с вами каждый день самим проверять, и необходимо сделать так, чтобы потомки, они тоже увидели это действие. И тогда, знаете, как поступать надо? Вот если посмотреть в эпоху судей, то было то, что то поражение, которое повторялось постоянно. То есть, вот одним стихом можно объяснить, какое происходило поражение судей. Судей, вот 21 глава, 25 стих, сказано, что в те дни не было царя. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Почему так происходило? Ну, потому что поднялись потомки, которые не знали завета и не видели действия Божьего. Вот вы знаете, что был Иисус Навин. Через Иисуса Навина был завоеван Ханан. Но те, кто завоевал Ханан по прошествии времени, хоть они и были народом Божьим, народом завета, но их сердце поменялось. Они стали поклоняться идолам Ханана. То есть, получается, что идолопоклонство Ханана вошло в сердце народа Божьего. Поэтому тогда Иисус Навин, он говорит, в 28 главе, 15 стихе, «Я и Дойм Мой будем служить Господу». Я прошу прощения. Иисус Навин, 24, 15. Если посмотрите. Иисус Навин, 24, 15. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить? Богам ли, которые служили отцы ваши?» То есть, почему такое говорится? А потому что израильский народ начал держаться за идолами. Поэтому Иисус Навин, 24, 15. Иисус Навин говорит, «А Я и Дом Мой будем служить Господу, а вы изберите себе других богов». И вот тогда, вот израильский народ, они каются. Они говорят, «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». И потом, что говорится, Иисус Навин, давайте посмотрим, сказано, что «Не можете служить Господу, Богом святой, Бог Хривенитель, не потерпит беззаконие вашего и грехов вашего. Если вы оставите Господа и будете служить другим богам, то он наведет на вас зло». То есть, что получается? Израильский народ, сами того не замечая, начали впадать в водопоконство и терять сердце по отношению к служению к Богу. Почему так стало происходить? Потому что не была передана ценность завета. И если так произойдет с нашими потомками, то с ними произойдет то же самое, что с израильским народом. Наши дети столкнутся с поражением и с проклятиями. Поэтому мы сегодня сидим с вами на этих местах, хотя бы мы должны держаться за завет. И вот если просто будет у вас такой ответ, тогда в этот момент откроются двери всех ответов. Слушайте, вот, значит, необходимо, чтобы вы приняли такое решение, что с нами поставлен завет, тогда наши потомки получат ответ в завоевании Ханана и в анализации 237 стран, 5000 племен. Поэтому вот, нам необходимо с вами ухватиться за ценность завета. Итак, для этого что необходимо сделать? Первое. Всегда наслаждайся. Всегда хорошо наслаждайся словом завета. Для того, чтобы мы могли передать потомкам, прежде нам самим необходимо наслаждаться словом завета. Послушайте, всегда надо начинать с наслаждения словом завета. Проблема, обстоятельства, трудность. Значит, перед тем, как думать об этом, всегда необходимо прежде держаться за Божье слово и наслаждаться. И это должно стать нашей привычкой. Послушайте, вот я и вы, вот мы с вами того не заметили, как внутрь нас вошло и переполняет нас много мирского. Идеологии мирские. И вообще наше даже понимание об успехе, оно не связано, не переплетается с успехом, которым Библия говорит. То есть говорится о том, что мирская ценность, мирское понятие, теория, идеология, и все это уже переполняет нас. И получается, мы также получаем влияние от слов людей. То есть, я сам того не замечаю, но я переполню словами других людей. Но есть вот идеология мира, есть слова людей. Но что еще есть? Значит, сатана, вор, постоянно дает нам послание. И мы, сами того не замечая, следуем за этим посланием. И мы привыкаем к этому посланию. И мы переполняемся этим посланием. Это послание сатаны. Вот вы же знаете, да, что... Значит, если вы сейчас духовно не проснетесь, тогда сатана будет приходить, давать вам свое послание. Что послание? Ты, как Бог, сосредоточь нас на себе. То есть, все люди следуют за мирским и за материальным. Ты тоже следуешь за мирским и за материальным. Это же все, это важно. Поэтому, что такое настоящий успех? Вот это настоящий успех. Вот сатана, он сейчас постоянно говорит им это послание. Поэтому, если мы не сможем духовно сейчас проснуться, тогда что будет? И что тогда нам необходимо с вами каждый день делать? Для нас только один путь превзойти вот эту ложь и послание сатаны, и все мирское. Это слово. Только слово может помочь, все превзойти. Потому что в слове есть вечный ответ. Потому что в слове есть решение всего. И необходимо слушать до такой степени, пока мне слово, оно не упорядочено во мне. И тогда, и тогда все вот это послание сатаны и мира, мы сможем это все превзойти. И более того, необходимо сделать так, чтобы слово постоянно меняло мои мысли. Вот если вы посмотрите, то слово, которое Бог дает, это всегда слово творения. Вот мы говорим, получается, не получается. Вот. Приходит какая-то проблема, и вот мы начинаем говорим, хорошо, либо плохо, получается, не получается. Вот так вот двигаемся. Но, но не надо беспокоиться о том, получается или не получается. Нет. Они пойдем проверять живое Божье слово. Во всех обстоятельствах. Потому что в Евреям 14 сказано слово Божье живо и действенное. А также проникает до рождения души и духа. То есть, слово, оно для нас является жизнью. И в слове является все. Поэтому не надо беспокоиться из-за того, что что-то получается или не получается, но прежде необходимо проверить то обещание Божие, которое мне дано. И вот тогда во всех делах необходимо сделать привычку держаться за Божье слово. Почему? Потому что Бог, Он прежде дает слово обещания, и затем Бог, Он по этому слову действует. Вот если вы посмотрите обытие, то Бог, Он Аврааму говорит, что «Я дам тебе сына в жизни твоей». Но Аврааму не верил в это слово, пока он жил. Почему? Потому что он так, ну, как бы он с улыбкой принял это слово, с усмешкой. Потому что он говорит, «Я уже старый, я уже ничего не могу сделать, и жена моя уже рожать не может». Так это возможно. И Авраам, и жена его Сара, они не верили. Но что интересно, вот если посмотреть, Бытие 21.1 сказано «И пересдел Господь Насару». Как сказал «И сделал Господь Саре», как говорил «Сара, за чего я родила Аврааму сына старости, его во время, о котором говорил ему Бог». Так я еще раз скажу. Значит, Бог, Он по слову защищал Авраама. И Бог, Он по слову действовал в жизни Авраама. И когда пришло время, у Авраама родился сын. То есть Бог дает слово обещания. И наш Бог, Он тот, который, Бог творения, который совершает это слово. Поэтому так же само внутри меня через слово должно происходить действие творения. Иисус не просто так пришло на эту землю. Вот если посмотреть 1 Кориф на 15.3, что по Писанию, у него Захарихина, что он был погребен на этот день по Писанию. Вот. Поставим повторяться по Писанию, по Писанию. Вот. Какие бы проблемы ни пришли, обстоятельства, не желаю, чтобы вы, держа за слово, чтобы вы проверяли слово, и чтобы по слову менялась ваша молитва. И вот это необходимо делать своей привычкой. Вот вы же знаете, да? Филиппинцам 2.13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть, внутри вас Бог, который действует. И этот Бог, Он совершает свою волю. То есть, другими словами, Бог, Он дает слово, и это слово совершает. Поэтому сейчас, в это время, я бы восстанавливал, что вы получили лучшие ответы. Не завтра, а сейчас, в это время. В тот момент, когда вы ухватите за завет, кто будет совершать это слово? Бог будет совершать это слово. Если будет у меня состояние, когда я не могу наслаждаться Божьим словом, тогда сразу, конечно, не сразу, ну, не сразу это будет проявляться, но в итоге, как результат, такой человек придет к поражению. Потому что жизнь такая, вот она будет проходить, и сам человек, того не замечая, он видит, как он пришел к поражению из-за многих проблем. И вот когда смотрим, вот если мы смотрим на человека, который потерпел поражение, мы думаем, что случилось, не так. Если мы посмотрим, как он получает слово, станет все ясно, почему он прямо поражен. Значит, в момент принятия Божьего слова все определяется. Почему? Потому что Бог, он и сейчас живой, он действует, и он Бог творения. И если мы держимся здесь слова, то происходит Божье действие. это Слово Божье, это вечное Слово. Поэтому, идя с этим вечным Словом, жизнь становится вечной. Исайя 48 сказано, значит, трава засыхает, свет убедает, а Слово Бога нашего прибудет вечное. Послушайте, почему мы на местах действия заботимся? Почему мы беспокоимся? я так скажу, потому что внутри меня нет веры, внутри меня нет уверенности. А почему нет веры и уверенности? Потому что в моем сердце нет слова. Послушайте, Библия так нам говорит, не заботитесь ни о чем. Леписом 4.6. А мы постоянно беспокоимся. Почему? Потому что веры нет. Потому что на месте действия беспокоимся нахожусь. Проблема пришла и боимся эту проблему. Почему? Очень важно, потому что в моем сердце нет слова. Вот в Римлянам 10.17 сказано, вера от слышания, от слышания от слова Христа. Когда мы верим, как мы верим? Через слышание приходят. А вот это слышание, оно от слова Христа. Вот действительно необходимо, чтобы слово Божье переполняло мое сердце. И тогда вот на местах действия мы будем приобретать уверенность, что верой Бог нас ведет. И тогда даже беспокойство при желании они исчезнут. То есть они просто приходить не будут. То есть вот буду смотреть на других людей, они с утра до вечера беспокоятся, но те люди, которые основаны на Божьем Слове, вот Бог показывает действие, и эти люди испытывают действие по вере, и они не колеблятся. И также Слово Божье, это Слово, которое и сейчас совершается. Поэтому сегодня во Второзаконии 5.3 сказано, что не с отцами нашими, а с нами поставил завет. Послушайте, и сейчас Бог говорит Слово, которое будет совершаться. Это так. Вот, было неплохо, если мы прочитали вот до 23-го стиха, там полностью говорится о 10-ти заповедях. Но вот если посмотреть исход 20-ю главу, когда впервые через Моисея дается 10-ть заповедей первым поколению Израиля, а потом смотрите, во Второзаконии сегодня прошли 5-й главе, опять Бог говорит заповеди. И вопрос, это только слово дается заповеди израильскому народу только? Ну, конечно, смотрите, раньше Бог дал слово людям, которые уже ушли, которых уже нет. Но дал ли Бог это слово только для того времени? Нет. И сегодня это слово адресовано к нам. Потому что это слово и сейчас совершается. И сейчас 10 заповедей они также исполняются. И послушайте, в будущем какая придет эпоха, на это тоже есть ответ в этом слове. Послушайте, через сатану и идолопоклонство появилась культура идолопоклонства, и люди страдают. поэтому Библия говорит не поклоняйтесь идам. Вот люди сейчас потеряли силы, ведут духовную жизнь, жизнь веры. Поэтому Бог говорит, соблюдайте субботу. Постоянно в субботе говорит. Вот какая эпоха придет в будущем? Вот эпоха, когда отношения между родителями и детьми будут разрушаться. и придет эпоха, когда люди будут заканчиваться жизнью самоубийством, когда постоянно будет ложь, когда постоянно люди будут подчеркивать только свое. Вот придет эпоха, которая будет переполнена вот этими вещами. Но посмотрите, вот вы прочитаете второзаконник, об этом уже давно все говорится. То есть говорится уже о том, что произойдет в будущем. То есть вот это слово, оно слово и для прошлого, и для сегодня, необходимое для сегодня слово. А также слово, которое есть в заповеди для будущего. Послушайте, вот есть у нас 12 жизненных проблем. Вот вы хорошо их знаете, да? Это проблема прошлого или это проблема нынешнего или это проблема будущего? 12 проблем это вечные проблемы. Почему? Потому что сатана, который создал эти 12 проблемы, он не умер, он сейчас действует. и он и в прошлом через 12 проблем действовал, и сейчас, и в будущем. Поэтому для того, чтобы мы могли победить, Бог дал нам евреям 13,8, Христос и вчера, и сегодня он вечен тоже. Христос и сегодня действует, и в будущем будет действовать. Вот такое слово Бог нам дал. Поэтому каждую эпоху тот, кто держался за Христа, стали главными действующими лицами истории. И сегодня так же само. Послушайте, проблемы, обстоятельства это не проблемы. Тот, который держится за тайны имени Христа, он становится главным действующим лицом спасения эпохи. Давайте посмотрим евреям 1,1. Бог многократно и многообразно говоривший Израиль отцам в пророках. В последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворили. Что это за сын? И вот уже сказано, что Бог, Он говорил об этом сыне в пророках. Потом сказано и в последнее время говорит нам о сыне своего, через которого поставлены и вы, через которого и веки сотворили. То есть о каком сыне Абдустрии? О Христе. Поэтому тот, кто держится за Христа, каждую эпоху становится главным действующим лицом. Послушайте, вам необходимо принять решение, что я пущу корни во Христе и тогда я получу благословение спасения этой эпохи. Поэтому по-настоящему на прошлом деле в среду была проповедь пастора поклеви. Правильно? Он говорил достаточно только уходиться за Евангелие, а остальное все следует. Вот вы станьте такими свидетелями. Мы только за Христа держимся, а во Христе уже все есть. И я бы осознавал, что вы стали свидетелем этого. Во-вторых, причина причина почему Бог дал 10 заповедей. Какая причина закона? Значит, Бог дал нам закон, чтобы мы осознали благословение спасения. Значит, Бог знает бессилие человека. И вот в таком бессилии кто мне нужен больше всего? Христос. И для того, чтобы мы это осознали, Бог дал нам 10 заповедей, закон. Послушайте, вот, можем ли мы с вами соблюсти все те заповеди, которые Бог дал нам? Конечно, мы не можем это. Поэтому мы поднимаем свое бессилие. А оказывается, я человек, у которого ничего не получится. И сегодня мне нужен Христос. И вот держаться этого Христа я живу. И для того, чтобы мы осознали этого Христа, был дан закон. Не для чего-то другого. Потому что из-за этого закона должны прийти понимания, если не благодать Христа, мне ничего не получится. Вот я так же самое. Я смотрю на себя и я чувствую, если не благодать Христа, то да, мне ничего не получится. Поэтому есть то православление, которое я пою каждый день, что я становлюсь ближе ко Христу, там, где Господь пролил свою кровь за меня. И все мои слабости, потому что они должны принадлежать мне, Бог послал Христа. То есть для того, чтобы мы осознали это, Бог дал закон. А также, во-вторых, Бог дал закон, чтобы мы могли осознать благословение спасения. И не только осознать благословение спасения, а наслаждаться этим. Нельзя остановиться на принятии спасения. Необходимо наслаждаться благословением, которое находится во Христе. И ради этого Бог дал заповедь закон. Послушайте, закон не то, что он нам не нужен. Для того, чтобы чадо Божьи могли наслаждаться благословением спасения, Бог дал десять заповедей. А многие люди думают, что там закон не нужен, либо же, ну все, мы уже освободились из закона. Это не так. Чадо Божье, получившее спасение, каждый день, в каждый момент своей жизни, во время каждого шага, необходимо наслаждаться десятью заповедями. Необходимо наслаждаться законом. Послушайте, у нас с вами великие благословения, которые мы получили. Но для начала, Бог дал нам Христа. И со Христом Бог дал нам все. Поэтому Павел, он, зная это, что он говорит? Колоссянам 2.3, что Христос это тайна. И второй стих сказано, в котором сокрыты... Вот 2.3 сказано, в котором сокрыты все закровища премудрости и видения. То есть не только Бог дал нам спасение Христом, а также внутри спасения есть благословение для нас. То есть находятся те благословения престола, которыми не могут наслаждаться люди, не могут увидеть эти благословения. Есть благословение силы престола, а также во время каждого нашего шага есть действие света для спасения 237 стран, для сокрушения силы тьмы. Это вечное благословение. Поэтому каждый день внутри меня Христос восстанавливает образ Божий. Послушайте, несчастливее ли наслаждаться благословением образа Божьего? Каждый раз, когда мы выходим к Богу со Христом, тогда восстанавливается благословение образа Божьего внутри меня. И тогда происходит действие спасения внутри меня. И тогда я оживаю. Вот, в Бытие 2.7, что сотворил Бог человека, вдунул дыхание жизни и стал человек душой живой. То есть Бог, Он дал нам имя Христа, благодаря которому мы ожили, стали душой живой. Поэтому и я, и церковь, и местодействие, действительно, вот в имени Христа постоянно будут приходить ответы, которых не было и не будет. Послушайте, это не для всех. Это для тех, кто только получает благодать. Не все люди наслаждаются, которые получили спасение, а этим наслаждаются все, которые получили спасение и наслаждаются сейчас спасением. Поэтому в Библии сказано, что сокрыто, было сокрыто. К примеру, если бы все наслаждались, тогда, ну вот с какой-то точки зрения, тогда появились бы такие вот мошенники, которые бы начали пользоваться этим. Поэтому Бог, Он так и не сделал. Бог сделал так, что только те люди, которые получают благодать, только те люди, которые наслаждаются благословением спасения, вот для них проявляется то, что было сокрыто. Поэтому в Матфеи Бог, Христос давал Слово в притчах. Для чего? Чтобы кто должен был понять, понял, а кто не должен был понять, не понял. То есть Христос давал в притчах Слово. Но вот особенно, вот как сатана, он препятствует. Но вот как он делает? Чтобы мы не могли наслаждаться благословением Божьим. И вот из них есть две стратегии. Первая, чтобы Евангелие ослабело. Чтобы оно ослабело. То есть он делает так, чтобы Евангелие ослабевало. Значит, послушайте, мы уже с вами получили спасение Христом. Он уже колебать нас не может. Но он может сделать так, чтобы мы не наслаждались благословением спасения. Как? Он делает так, чтобы Евангелие ослабевало. И в итоге, как он делал, чтобы мы не Богу служили, а служили каким-то другим людям. И это стало нашим жизненным фоном. Чтобы люди не могли служить Господу. Чтобы люди не могли преподносить благослужение. И в итоге, чтобы Евангелие ослабевало. Вот это стратегии, которыми и по сей день Сатана действует, использует. Послушайте, корона сейчас это не проблема. Если мы сможем во время богослужения найти все ответы, тогда благодаря короне мы еще больше войдем в богослужение. Но сейчас из-за короны церкви ослабели. И Евангелие ослабели. И посещаемость церкви тоже спала. И люди думают, ну скоро это пройдет. И пока мы сами думаем, пока скоро это пройдет, их вера сейчас разрушается. Вот это стратегия Сатаны. Дело не в короне. Постоянно он думает о том, Сатана, как бы сделать Евангелие слабым. Как бы сделать так, чтобы мы не могли преподносить богослужение. Вот я тоже, перед тем, как приехать сегодня, я прочитал газету городскую. И получается, каждый год в сентябре определенная газета делала статистику посещаемости церквей. И вот здесь у нас и вот здесь как бы большая такая организация, Хаптонг. И там около вот 500 тысяч сократилось количество верующих. И в чем, что первое исчезло? Это воскресная школа. Воскресная школа исчезла. Вот я же говорил вам, да, в прошлый раз. Вот некоторые церкви, они перестали сейчас воспитывать потомков. Вот из-за короны все, уже нельзя ходить никуда. И вот поэтому дети не приходят в церкви. И в итоге стали упускать все богослужения. То есть люди упустили важность воскресного богослужения. Вот это и стратегия Сатаны. Потому что вот среди стратегии Сатаны он делает так, чтобы Евангелие ослабило. Поэтому Бог дает нам заповеди. Значит, заповеди, они не то, что они вне спасения. Наоборот, они связаны со спасением. И вот через пять книг, через пять книг Моисея мы видим эти десять заповедей. Значит, десять из них делятся с первой по четвертую относительно Бога, с пятого по десятый относительно людей. То есть, для того, чтобы даже в отношениях с людьми не давать место дьявола. Потому что Сатана постоянно атакует через отношения человеческие. Послушайте, вот как змей атаковал первых людей? Через искушение. Поэтому сейчас Сатана у нас искушает. Поэтому, что говорит благовестник Павел? Не давайте место дьяволу. Послушайте, Сатана постоянно колеблит нас в благословении и спасении. Делает так, чтобы Евангелие слабало. И затем он проникает вот в щели, проникает через каналы внутри нас. Делает так, чтобы через человеческие отношения люди получали искушение. То есть, там конфликты в церкви, искушение в церкви. послушайте, неужели это церковь, которая постоянно колеблется из-за искушения, из-за конфликтов? Это говорит о том, что это стратегия Сатаны. Послушайте, Бог дал нам Евангелие и действие из этого Евангелия. Действие, оно должно происходить во всех даже отношениях. Я бы восполнял вас в этом. И в-третьих, почему Бог дал этот завет? Для того, чтобы передавать благословение спасения. Первое, осознать благословение спасения. Второе, наслаждаться благословением спасения. А в-третьих, раздавать, делиться благословениями спасения. Вот подумайте сейчас о неверующих. Вот веру, ее не видно. И вот эти неверующие смотрят на вас, к ним приходят мысли, а, вот что значит верить в Иисуса, вот что значит верить в Бога. То есть неверующие, смотря на вас, они познают это. Вот проблема, к примеру, пришла, вы держите за Христа, появляется сила. И вот неверующие, видя это, они понимают, ага, вот верующие в Иисуса, они немного отличаются. Значит, неверующие, на самом деле, они смотрят на вас и это познают. И вот, послушайте, вот то, как мы живем, отличается от неверующих. Вот я же вам уже говорил, да? Вот те, которые не видят, те, которые не верят, смотря на вас, они должны понять, что значит верить в Бога. Ну, конечно, бывает такое, что мы падаем, что мы приходим к поражению, но и тогда мы держимся за Христа, обретаем силу и опять поднимаемся. И тогда неверующие не узнают, а верующие, неверующие не узнают, а этот верующий, как будто он другой. Не это ли пропеда, не это ли миссионерство? Это пропеда, не это миссионерство. А также, Бог через нас, ради ионгеризации всемирной, будет спасать элиты и детей будут готовить. Послушайте, с самого детства надо подготовить масштаб, масштаб для детей. Вот, во вторознакомиях, вот, очень хорошо сказано о том масштабе подготовки, который нам надо, который нам надо готовить детей. Вот я еще раз вам хочу сказать, посмотрите, мы просим что-то сделать наших детей, они делают, и мы даем им карманные деньги, да? И вот, и вот необходимо время от времени проверять, сколько денег получилось, сколько потерял, и вот таким образом мы как бы воспитываем детей. А вот родители, они просто как бы к первенству относятся к этому, ну иди, сделай то. И вот дети идут, и все, а потом не проверяют детей, не общаются, не анализируют. И поэтому это как бы такой, ну, ущерб. И вот у меня лично тоже такое было, поэтому мне было тяжело в браке, когда я вступил в брак. Почему? Потому что, ну, не было такого отношения к родителям и к финансам. И вот, послушайте, вот особенно необходимо хорошо финансам учить в детстве. Послушайте, проблема с участием в деньгах, проблема в том, что необходимо спасать успешных людей. И для этого необходимо подготовить определенную основу, определенный масштаб. И вот особенно вот наши бизнесмены, вот послушайте, вот, ну, вот вы же можете иногда вот, вот, солгать, правильно? Но Библия говорит, не лги. Почему? Потому что, да, конечно, можно солгать, но пройдет время, и потом человеку это будет ущерб. Поэтому в такой момент, когда, ну, хочется солгать, необходимо вот другим путем пойти, необходимо другое слово сказать. Послушайте, вот это стало уже насосно, что-то такое небольшое. Поэтому в нашей сущности уже говорит ложь. И вот здесь необходимо нам быть аккуратным. Нельзя, чтобы это стало нашей привычкой. Поэтому и постоянно говорится в слове, что тех, кто ужжет, он не может нормально жить. И чем больше проходит времени, тем это больше видно. Но действительно, если посмотреть на успешных людей, то, ну, есть то, что у них есть. То есть у них есть некая такая основа, у них есть масштаб определенный. У них есть определенные отношения. То есть они, вот они соблюдают отношения с людьми и так далее, и там определенный порядок, ответственность. То есть не просто так они находятся на своем месте успеха, понимаете? Но мы знаем, что произойдет с человеком успешным в итоге. Но мы не можем нему это сказать, потому что у нас разное, у нас разное местоположение. То есть, чтобы говорить успешным, надо быть на месте успешного. Послушайте, действительно, мест, где больше духовных проблем, больше всего, это место элиты. Элиты успешных людей. И для того, чтобы подготовить такую элиту в будущем, с самого детства, родителям необходимо наших детей правильно воспитывать. И вот это есть ROTC. И это есть причина поднятия ROTC. То есть необходимо помочь им встать на месте саммита, помочь им встать на месте спасения успешных людей. А как можно спасти саммита? Ну, будучи внизу, тяжело спасти. Поэтому необходимо взойти на место саммита, и куда можно спасать? И для этого необходимо, с самого детства, чтобы родители, они воспитывали правильные вещи. И вот об этом всем, с чем воспитывать, об этом говорится в Второзаконии. Значит, послушайте, вот эти 10 заповедей, конечно же, это нужно тем, у кого есть Евангелие. Значит, вот эти 10 заповедей, они не даны людям, которые были в Египте, а было дано, как Божье Слово, Израилю, который вышел из Египта. Что это значит? Значит, вот эти заповеди не неверующим даны, а нам для исполнения. Вот если вы посмотрите, вот, то сказано, ну, вот, в Второзаконии, Пятая глава, уже сказано, что «да не будет у тебя других богов лицом моим, и делай себе кумира». Послушайте, это не неверующим сказано, это нам сказано, чтобы вы, где же, за это слово обретали силы. И вот если не получится соблюдать с 1 по 4, относительно Бога заповеди, тогда не получится и соблюсти с 5 по 10, относительно людей. Если не получится соблюсти с 1, 4, то 5 и 10 заповеди, соблюдая проблемы будем, и не соблюдая будут проблемы. Послушайте, вот как вот, ну, очень важно, 1 заповеди. Значит, вот мы тоже сами, мы тоже сами вот иногда поступаем как неверующие, но для Бога это не важно. А проблема в том лишь, что потом, если мы не будем соблюдать с 1 по 4 заповедю, относительно Бога, то даже если мы соблюдаем с 5 по 10, проблема будет. А если даже не соблюдаем, то тоже будут проблемы. Почему? Потому что везде буду выполнять, буду прислуживаться от них. И поэтому появляется очень много проблем. Понимаете? Поэтому вот с 1 по 4 заповеди, когда будут получаться, вот это очень важно, тогда с 5 по 10 заповедь будут сами получаться. Не то, что я пытаюсь это сделать своей жизнью, а с 5 по 10 заповеди будет получаться. Еще раз скажу. Что значит получается? Вот если получится с 1 по 4 заповедь, что значит с 1 по 4 заповедь? Необходимо, чтобы Христос стал моим стандартом. Что значит с 1 по 4 заповеди? Только смотреть на Христа, только наслаждаться Христом. И тогда с 5 по 10 заповеди Божьи силы будут получаться. Вот многие люди, они предлагают усилия, чтобы что-то делать, для того, чтобы жизнь свою выстроить. Но нам так делать не надо. Нам необходимо получить Божью силу, и тогда все будет получаться. Все будет строиться. Вот это и есть сила Евангелия. И это отличие. Поэтому вы желаете, чтобы каждый раз от слова с кафедры обретали силу. И тогда с 1 по 5 заповеди будет получаться. Давайте скажем, будет получаться. Это так. Если мы будем обретать силу через Божье Слово, тогда Дух столько будет действовать для меня. И вот этой силой Духа Святого на всех местах действия моей жизни с 5 по 10 заповеди одно за одном не я буду пытаться делать, оно будет получаться. То есть будет соблюдаться. И буду этим наслаждаться. А вот эти заповеди, они не даны неспособным. Знаете, в Таразаконии 5.6 сказано, «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома Твоего». Значит, Бог это провозгласил, а потом дал уже 10 заповедей. Значит, чадом Божьим, получившим спасение, уже все дано. Поэтому, если чадо Божье только будет держаться за Христа, за Иваново, за силу Христа, тогда все с ним будет получаться. И тогда будет проявляться благословение для спасения этого мира. И вот ремнанты должны подняться, которые будут иметь силу Ивангелия. И тогда сокрушатся силы тьмы. И тогда оживут 10-37 стран и 5 тысяч племен. Действительно, с самого детства нашим потомкам необходимо помочь стать ремнантами, которыми наслаждаются Евангелия. И 10 заповедей входят сюда. Вот только поднялся, если ремнанты поднимутся, которые наслаждаются Евангелия, только тогда оживет весь мир и будут спасены 10-37 стран и 5 тысяч племен. Я подаю тоже сегодняшнее слово. Если мы узнаем силу Божью на этой земле, тогда Бог даст нам силу все превзойти и одержать победу. 10 заповеди для того, чтобы мы могли избавиться от старых привычек сущности Египта. А почему Бог во вторую раз дает 10 заповедей? Для того, чтобы и сегодня на своем месте действия получать Божью благодать. Еще раз, почему Бог дает нам 10 заповедей? Для того, чтобы мы могли наслаждаться богословением всемирной евангелизации, для наслаждения всемирной евангелизации Бог опять дает 10 заповедей. И я желаю, чтобы через это послание вы могли упорядочить для себя новые вещи и благодарить, чтобы вы получали ответы. Бог, помоги завет сделать своим заветом. Помоги ухватиться за ценность. И пусть это действие проследит в жизни всех верующих. Молюсь во имя Иисуса Христа с благодарением. Аминь.